В этот раз она относительно спокойно прошла, чем были предыдущие выборы. Не было, по всякому случаю, я не заметил подметных таких газет, которые левых, без выходных данных, которые обливали грязью, будем говорить, политическую партию или кандидата. Этого не было, что было в предыдущих выборах. Поэтому и она намного спокойнее. Не было таких, будем говорить, случаев, ну, из ряда выходящих, которые, может быть, звучали бы на телеэкраны, средства массовой информации. Раньше, вы знаете, было 4 партии в областном парламенте, сегодня 9 уже желают попасть в областной парламенте. Это очень хорошо. Это главное, что есть желание всех партий прийти во власть и делать благо нашим избирателям. Я сегодня пришел с хорошим настроением, с хорошей надеждой, что сегодня выборы пройдут достойно. Желаю всем избирательным успехов и призываю всех прийти на выборы, потому что от голоса каждого зависит очень многое в будущем и нашей регионе, и нашей стране. О ходе предвыборной кампании хочется сказать следующее, что она прошла штатно, без жалоб. Сейчас люди умные и партийные, там, скажем, лидеры тоже умные. В случае чего идут в суд, жаловаться ни одного нарушения, ни одной жалобы в суд, что очень радует. Есть более глобальные проблемы, которые нужно решать всем партиям на фоне разразившегося кризиса и всяких других событий. Поэтому, я думаю, следующий созыв в партию будет работать более консолидированно и более, так сказать, другими делами заниматься, чем выяснять друг с другом отношения. Должен сказать, что эта избирательная кампания как никогда прошла на высоком организационном уровне. Этому способствовала и предварительная работа, прежде всего, это областная избирательная комиссия, городской избирательной комиссии, других лиц, которые организовывают, участвуют в избирательном процессе. Ну и сами избирательные объединения ответственно подошли к этому вопросу. Не было ни эксцессов, ну так, какие-то мелочи, шероховатости. Но в основном это от неопытности тех, кто первый раз принимал участие в этих выборах. Диалог очень-очень деловой. Люди активно принимали участие в разговоре, шли на контакты с людьми. И не было вот, может быть, злобы, злости, мало негатива. А люди почувствовали, что они участвуют в формировании органов власти. Люди почувствовали, что их голос слышен, что их голос очень важен. Я считаю, что это, в общем-то, хороший такой контакт всех органов власти, исполнительных и законодательных с людьми. Мы больше узнали проблем, больше узнали, в чем люди нуждаются, в их чаяниях. Ну и таким образом формируем свою собственную повестку дня на ближайшие пять лет.